Всем большой привет! Сегодня я решила сделать видео о своих новинках и показать кое-что из своих цветущих орхидей. Это бабочка сорта Art Nouveau, и я ее нашла в Леруа. Голландские бабочки стоят дорого, поэтому я их не покупаю. А найти в супермаркете бабочку это целое событие. Поэтому я очень-очень рада. Цветет эта орхидейка с одного цветоноса, то есть впоследствии может быть неполная мутация. Надежнее, когда орхидейка цветет с двух цветоносов при покупке. Так что пока второй раз не процветет дома, не узнаешь, будет она бабочкой или не будет. Но сорт Art Nouveau сам по себе очень красивый, без мутации она мне тоже очень нравится. Сорт очень сильно похож на сорт Magic Art, я их даже раньше часто путала. Вот такая новиночка, спонтанная, неожиданная и очень приятная. Крупноцветковая и пышно цветущая бабочка. Проблем по здоровью никаких нет, кустик хороший, много листьев. Следующая орхидейка тоже мутант, всем известная Албуфира. Эту орхидейку я купила чуть раньше Art Nouveau, где-то в конце апреля. В Люра тогда выставили целую палетку Албуфир, и в этой палетке были и пилор, и бабочка. Но обе орхидейки были с неполной мутацией. Это означает, что один цветонос пилор, а другой обычный. Обычный цветок. Поэтому я думала взять бабочку или пилор, или взять и то, и другое, или не брать ничего. Потому что мутация неполная, а простая Албуфира у меня уже есть. В общем, я рассмотрела бабочку Албуфира и пришла к выводу, что пилор мне нравится больше. Поэтому я взяла пилор. Я раньше меньше понимала пилора, пока один из них не появился у меня дома. Теперь я их люблю, потому что форма сильно отличается от стандартного цветения. Они очень выделяются. Но я все равно пока не решила до конца, нужен он мне или нет. Оставлю я его или не оставлю. Именно потому, что он с неполной мутацией. Я хочу, чтобы у меня был стабильный пилорик. Албуфира крупная орхидея, и она занимает много места, чтобы иметь две одинаковых орхидейки. А у меня домашняя уже пересаженная и сидит в двух литрах. Так что пока я думаю. И я буду смотреть, как он процветет в домашнем цветении. Крупная розетка. Не самая крупная, конечно, но крупная. Следующая новинка название Фелиция. У нее сложный цвет. Он на экране передается правильно. Цвет коралловый с желтым подтоном. И кончик губы у нее такой фуксивый. Это не очень популярная орхидея. Но я ее увидела, и мне она очень понравилась. Размер цветка 8 сантиметров. У нее мультифлорный тип цветения. То есть цветонос сильно разветвляется. Пишите, как вам такая орхидейка. Мне она очень нравится. После покупки она прекрасно адаптировалась. Распустила все свои бутончики. И сейчас цветет очень-очень пышно. Тоже приобрела ее в Леруа. В тот же самый день, что и Пилор Албафир. На мой взгляд, действительно необычные переходы цвета. Ну и еще одна новинка, это Сога Даймонд. Я уже упоминала, что я его купила. У меня на канале как-то был обзор того привоза, в котором были Сога Даймонды. И вот это растение у меня было куплено в тот самый день. Мне что-то кажется, у меня уже перебор Сога Даймондов. Получается, я купила бабочку на Орхидеуме. Другую бабочку скоро заберу. Потому что, наконец-то, мои азиаты доехали. Там уже группа раздает заказы. И я скоро поеду их забирать. Ну и это получается стандарт Сога Даймонда. С другой стороны, Сога Даймондов много не бывает. Эта Орхидейка безумно красивая, конечно. Ну и не могу не показать пениф, который я купила на Орхидеуме, еще раз в своих новинках. Я очень рада, что, наконец-то, у меня есть эта Орхидея. Невероятно красивый сорт. Ну и с новинками это все. Плавно перейдем к новинкам цветения. Я начну сразу с Пилора, продолжая тему мутантов. Он у меня тоже найденный. И сейчас он зацвел полностью домашним цветением. Вот у него при покупке было два цветоноса и оба цветоноса с пилоричностью. Я уже не помню, почему я их срезала. Может, он их сам отсушил. Короче, это цветение уже полностью с нового домашнего цветоноса. Очаровательный цветочек. Как я и говорила, пилоры в домашнем цветении тянут на себя все внимание своей необычной формой. Бернадетта решила продлить свое не очень пышное зимнее цветение. К сожалению, Бернадетта успела подгореть на апрельском солнце. Я не буду показывать ее розетку сейчас. Как-нибудь в другой раз покажу. Но она пострадала. И не только она. Вообще, у меня притянка и повышение температуры на лоджии – это проблема номер один. И всегда головная боль. Поэтому я сейчас прямо рада прохладной погоде. Для моих цветов это просто спасение. А я еще даже не наклеила пленку, которую купила. Пока обхожусь тюлью. Здесь распустилась Joyride. Довольно массовый сорт. Но мне он очень нравится. Я обожаю яркие расцветки. Это он так цветет с боковой почки. И когда она распустилась, я осознала, что у меня две Joyride. Одна орхидея у меня была куплена цветашкой. Вот эта. Я их сравнила. И поняла, что это одно и то же. На одной из них выбито название, поэтому я точно знаю, что это Joyride. Я, скорее всего, одну продам, потому что для дубля мне уже жалко место. Ну а это Минька, моя новиночка из азиатов. Еще подросточек. Был куплен осенью. И вот зацвел. Я его купила без названия, но была фотография, на которой был изображен Льюис Берри. Ну, по факту, это он и есть. По цвету он напоминает скрапина. Такие слоны моська. Мне он очень нравится. Переход от малинового к белому смотрится просто волшебно. Не могу не снять Камбрию. Внезапно очень сильно она меня порадовала в этот раз. Я теперь думаю, что мне еще надо Камбрию. Мне кажется, это неприхотливая орхидея. И зацветает без всяких проблем. Да еще так пышно. Допустим, Дондробиумы у меня так пышно пока не цветут. Ну и в завершении видео покажу свои распустившиеся белые орхидеи. Обе орхидейки были куплены в GMP. И у обеих это первое домашнее цветение. У Оксфорда бутоны немного закрутились, потому что она проросла и запуталась в ветках другой орхидеи. Пока я не заметила и не высвободила ее каскад. Так как орхидейки из GMP, они маркированы. И одна называется Явиан, а другая Оксфорд. А обе орхидейки заявлены у GMP как крупноцветковые, каскадные. И мне было интересно их сравнить и понять, есть ли какие-то между ними отличия. Розетки сильно отличаются. Явиан темнее и листья круглые. У Оксфорд листья светлее и направлены вверх. Обе розетки очень крупные. А вот у цветов на первый взгляд отличий нет никаких. Возможно, у Явиан каскад, который свисает вниз, питалий острее. А у Оксфорда более круглая форма цветка и серединка чуть светлее. Каскады я никак специально не формировала. Они сформировались по отношению к свету самостоятельно. Плюс у них, у обеих, нет держателя. То есть цветоносы сами по себе очень мощные, древовидные. И не провисают под тяжестью цветов. Я думаю, что белые орхидеи смотрятся шикарно. Да, все ищут чего-то необычного, мы все хотим. Но это чистая красота. И такие орхидеи самый беспроигрышный декоративный вид имеют. Не зря ими украшают все на свете. Залы, рестораны, магазины и так далее. Они везде смотрятся уместно. Так что в коллекции должна быть хотя бы одна белая орхидея. А лучше две. На этом я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!